Детское радио представляет И твои одноклассники Ужасно, ужасно, ужасно Любите праздники Сколько людей живет на планете Столько традиций на белом свете Сколько народов, столько культур Мы отправляемся в праздничный тур География праздников Василиса, привет! Привет, микрофош! Я смотрю, мы с тобой вовремя А вот наш эксперт по праздникам календарей опаздывает Наверное, еще размышляет, куда мы сегодня отправимся Да нет, думаю, он уже все решил И куда летим? На какой праздник? Ты что-то знаешь? Помнишь, календарий спрашивал, нет ли у кого из нас аллергии на цветочную пыльцу? Помню Да может, он просто фикус в кабинет купить собрался Или герань какую-нибудь Нет, микрофош, я уверена, наша поездка как-то связана с цветами и садоводством Ну, главное, чтобы копать не заставили Я и так у бабушки все выходные в саду возился Не люблю я это все Копать, пропалывать, сажать Что это ты, микрофоша, решил из звука оператора в агронома превратиться? Что сажать собрался? Привет, ребята! Здравствуйте, календарий! Здравствуйте! Нет, ничего сажать я не собирался Это мы с Василисой пытаемся угадать, куда отправимся сегодня Ну, думаю, угадать будет несложно Есть одна догадка Я тут кое-что вспомнила, и меня это натолкнуло на мысль, что мы собираемся в страну, где, наверное, очень много цветов И, видимо, существует какой-то праздник им посвященный Посмотрите-ка на нее Не корреспондент, а просто настоящий Шерлок Холмс И правда, Василиса, как тебе это удается? Ты права Мы летим в страну зеленых полей, ветряных мельниц, мостов и каналов Страну, где обожают велосипеды и все оранжевое Отведаем ютспот и попытаемся понять, за что в этой стране так любят харинг Ну и, наконец, приедем на праздник в Кёкинхофф, в парк цветов Чтобы увидеть, как восточный головной убор превратился в нежный цветок и стал чуть ли не символом этой страны Все же цветы, праздник цветов Василиса, ты была права Осталось только отгадать название страны и узнать, что же праздновать будем Василиса, есть идеи? Головной убор и цветы Каналы Мельницы Кажется мне, что я знаю Я когда конькобежным спортом занимался, нам рассказывали, что первые коньки забрали именно здесь И что люди раньше катались на коньках по замерзающим зимой каналам В Голландию! Мы едем в Голландию! Точно! Нидерланды! Как же это я сразу-то не догадалась! В Голландию! Какие Нидерланды? Нет, микрофош, в Нидерланды! Да какие Нидерланды? Голландия! Хватит спорить, оба правы Страна называется Нидерланды А самые известные области – Северная и Южная Голландия Вот отсюда и второе название – Голландия И хоть страна называется Нидерланды, жителей все же называют голландцами Ну хорошо, а головной убор – цветок, это о чем речь? Василиса, ну давай подумай, какие восточные головные уборы ты знаешь? Ермолка, феска, тюбетейка, тюрбан Тюльпан? Тюрбан, микрофош! Ой, микрофош, ты гений! Тюльпан! Тюльпан по форме цветка похож на головной убор тюрбан Правильно, Василиса! Ну вот, все и выяснилось! Нас ждет праздник тюльпанов! Мы едем в Королевский парк цветов Кёкенхоф! Осталось только разобраться с оранжевым, узнать про гютспот и за что-то полюбить харинг Не все сразу, микрофоша! Прилетим и обо всем расскажу подробнее Доброе утро, дамы и господа! Добро пожаловать на борт самолета ЕВ-76! Пожалуйста, занимайте места, указаны в ваших посадочных колонах География праздников Куда теперь? Поезд, машина, автобус? Да, календарь, теперь нам куда? На чем до Кёкенхофа добираться будем? Вон там, Василиса, на стоянке Нас ждет личный транспорт Поедем вместе, но каждый отдельно Мне собственный лимузин А мне спортивную машину Ну, почти Так, пришли А вот и наш персональный транспорт Велосипед? Да, как и обещал Поедем вместе, но каждый на своем В Нидерландах, кстати, велосипедов намного больше, чем жителей Это, пожалуй, самый популярный транспорт в стране Да, репортаж верхом на велосипеде Это что-то новенькое в радиожурналистике Поехали, поехали Микрофош, включай Работаем Вместе с коллегами ваш корреспондент Василиса Веселова Путешествует по Нидерландам верхом на велосипеде Календарий, вы обещали рассказать о тюльпане, в честь которого отмечается нынешний праздник Тюльпан – такой же путешественник, как и мы с вами Свой неблизкий путь в Европу он начал с Ближнего Востока Кар Клаузиус – королевский ботаник Славный тем, что одним из первых стал выращивать картошку в Европе Получил как-то в подарок из Турции несколько небольших луковиц В это время его позвали работать в ботанический сад в Южную Голландию Где он и посадил эти луковицы, из которых выросли великолепные цветы Так, благодаря Карлу Клаузиусу, 400 с небольшим лет назад В Нидерландах впервые расцвели тюльпаны Интересно Но вы даже представить себе не можете, что началось потом Настоящая тюльпаномания Это как? А вот так Диковинные цветы обрели сумасшедшую популярность Стали настоящим предметом роскоши Знатные богачи были готовы выложить за заветные луковицы огромные суммы денег Многие увидели в этом легкий способ заработать денег Луковицы покупались, перепродавались Стоимость редких сортов тюльпанов порой достигала немыслимых сумм Равных цене целого имения Простые рабочие продавали свои инструменты, свой скот Кто-то и дома продавал И на все скупали луковицы тюльпанов Продавали даже еще не выведенные сорта тюльпанов А названия какие-то есть у тюльпанов? Конечно Бахромные Жоржетта Орликин Абба Монте-Карло Попугайные Мономур Мустанг Фламенко Выведено почти 10 тысяч сортов Если бы я захотел назвать все То говорил бы часа три без перерыва Но то, что тюльпаны прославили Нидерланды, это понятно А праздник как появился? Праздник этот весьма молод Традиция устраивать цветочные парады появилась во второй половине прошлого века После окончания Второй мировой войны Европа была разрушена В общем, никакой радости в жизни людей не наблюдалось В одном небольшом голландском городке Хиллегом Жил-был садовник по имени Вильям ван Варменховен И был у Вильяма небольшой грузовичок, на котором он возил на рынок урожай И вот как-то раз пришла Вильяму в голову одна идея Чтобы лучше шла торговля, решил он украсить свой старый грузовичок гирляндами цветов И соорудил из них скульптуру кита Почему кита, скажем, не коровы, сейчас уже никто и не знает Но кит получился на славу Водрузив свое творение на прицеп Вильям поехал по близлежащим городам и селам Люди не верили своим глазам Эдакое чудо! Детишки бежали за машиной Красота, да и только! Уже на следующий год к Вильяму присоединились еще люди А потом еще и еще С каждым годом появлялось все больше желающих принять участие в этом действии Некогда маленькой процессе превратилась в настоящий парад цветов В наши дни в подготовке парада принимают участие уже 10 тысяч человек И используется более 100 миллионов цветов Если бутоны этих цветов выложить в ряд То у нашей земли появился бы цветочный пояс Спасибо нашему эксперту календарию Микрофош, сток! Готово! Календарий! А вот мы едем, едем вдоль канала А вот там за каналом какая-то стена Это крепость, что ли? Нет, микрофоша, это берег моря А море-то где? За стеной? Да, да, Василиса, это защитная дамба Есть одна старинная голландская пословица Бог создал море, а голландцы берега Дело в том, что почти половина всей страны находится ниже уровня моря Из-за этого она постоянно подвергалась наводнениям Кстати, Нидерланды так и переводятся нижние земли То есть не будь дамбы, все бы здесь море затопило? Да, микрофоша, дамбы простираются аж на 3000 километров С одной стороны бескрайние луга и поля, города, селения А с другой бушующее море с кораблями, плавающими выше самих городов Половина территории Нидерландов была отвоевана у воды с помощью ветряных мельниц Которые крутили мощные насосы, откачивая воду и осушая участки земли вблизи бесконечных плотин Так голландцы живут и по сей день, и не тужат Умно, ничего не скажешь Каналы и дамбы, дамбы и каналы Каналы, кстати, также служили своего рода защитным рвом От непрошенных гостей-завоевателей Вот это да, поразительная находчивость Теперь по каналам ходят специальные водные автобусы И лодочки-рестораны, плавучие дома и прочие суденышки Здорово, плыть хорошо, ехать тоже Крути, крути педали, Василиса Хватит крутить, мы приехали Куда? Парк где? Приехали в городок Лиссе До Королевского парка цветов рукой подать Но мне кажется, пора и отдохнуть, и перекусить Перекусить, вот главное слово На площади я смотрю ярмарка Это в честь праздника цветов? При лавке битком забиты разными сувенирами Но почему-то все оранжевого цвета Да, шапушки, веньки, футболки, кепки Все-все-все оранжевое Почему? Праздник цветов практически совпадает с еще одним праздником Который называется День Короля Когда всю страну охватывает так называемое оранжевое безумие В этот день все нидерландцы-голландцы надевают одежду оранжевого цвета Почему именно оранжевый календарь? Потому что это фамильный фирменный цвет королевской династии В Нидерландах правит король? Ну, формально да Микрофош, ты куда? Смотрите, тут магазин деревянных башмаков Столажи от потолка до пола заставлены расписной деревянной обувью Никогда такого не видел Это, Микрофоша, самый знаменитый голландский сувенир Такие башмаки обожают туристы Их даже главам других государств вручают Как подарок на память Микрофоша, положи деревянный тапочек и включай диктофон В эфире Василиса Веселова У меня в руках пара замечательных, красиво расписанных желтых деревянных башмаков Это традиционные голландские кломпы Вещь практичная, но, увы, уже не для нашего времени Тем не менее, некоторые голландские рыбаки носят их до сих пор Эти деревянные башмаки появились в средних веках Когда бедные крестьяне не могли себе позволить настоящую обувь Деревянные башмаки отлично подходили для прогулок по лугам и полям Чтобы в них было тепло, вместо стельки клали солому, а позже газету Чаще всего кломпы делали, да и сейчас делают, из осины или тополя Кломпы это не только обувь, но и символический подарок Первую пару деревянных башмаков для ребенка заготавливали сразу же после рождения А еще они служили традиционным подарком влюбленного молодого человека девушки Что являлось аналогом предложения руки и сердца И кломпы, наверное, хранились в семьях и передавались из поколения в поколение Увы, нет, старинных кломпов сохранилось очень мало Уж больно хорошо они горят в печках Когда обувь портилась, ее просто сжигали Самой старой паре кломпов, сделанных из ольхи, больше восьмисот лет Башмаки эти ровесники Москвы, вот какие древние Микрофон, выключай Ммм, чем это запахло, чувствуете? Вот мы и плавно подошли к фирменному блюду Ну, наконец-то, я уже просто умираю с голода Ну, что тут у нас сегодня в меню? Садитесь за столик, я сейчас закажу Я сказал, добрый день, я хочу заказать гюдспот Ничего не понял, кроме гюдспот Что есть-то будем? Пока готовят, расскажу Микрофон, включай Сейчас включу Дорогие слушатели, с вами проголодавшийся корреспондент детского радио Василиса Веселова И сейчас мы с вами узнаем, что такое гюдспот Гюдспот – это традиционное в Нидерландах морковно-картофельное пюре с мясом Готовить его очень просто Наливаем в самую глубокую сковороду оливковое масло Разогреваем и обжариваем в нем крупно порезанный лук и морковку Картофель чистим и режем четвертинками А чесночок мелкими кусочками Добавляем к обжаренным овощам Туда же кладем мясо и приправы, какие любим, по вкусу Приправы по вкусу, это понятно Затем все это щедро заливаем водой и тушим два часа на очень маленьком огне Потом достаем мясо и сливаем лишнюю воду, но так, чтобы ее хватило для пюре Толчем овощи, а сверху красиво выкладываем мясо А вот и наш заказ Настоящий голландский гюдспот готов Данку Ну вот, нам пожелали приятного аппетита А теперь можно и попробовать О, мне очень нравится Мясо такое мягкое, нежное Ммм, очень вкусно Встречайте, ребята, новый предмет В школьной программе такого нет География праздников Вот это да! Учите ее, весело будет всегда Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции О разных территориях расскажем мы вам истории География праздников Ну что ж, теперь, когда мы подкрепились, можно седлать прокатные велосипеды и мчаться на парад Погоним! А что еще любят готовить в Нидерландах календарей? Ну не только же гюдспот? Конечно! Любимое блюдо голландцев называется харинг Каша какая-нибудь? Нет, микрофоша С мая по июнь все голландские города заставлены киосками с надписью Холландс Нуэве Голландская молодая Это что за молодая такая? Харинг Селедка Это я не очень люблю А как ее едят? Просто и очень вкусно Селедка Ломтик соленого огурца с кружочками репчатого лука Нежная, сладковатая, со сливочным привкусом Ммм, пальчики оближешь А что еще они едят? Любят обжаренное филе свежей сельди Называют это блюдо мачес И тушеного судака с овощами И вообще всяческие блюда из речной рыбы К запеченным рыбным блюдам обычно подают листовой салат Или жареные ломтики картофеля Которые здесь называют пататен А что же особенного в парке Кёкинхов, куда мы едем? О, королевский парк Кёкинхов Своим пышным разнообразием цветов Удивит даже самых опытных садоводов Недаром его называют Сад Европы Весной там расцветают миллионы тюльпанов Нарциссов, гиацинтов И других весенних цветов Это один из самых больших цветочных садов в мире Более семи миллионов цветов Кёкинхов посещают не только туристы Жаждущие полюбоваться пестрым великолепием Но и цветоводы со всего мира Которые постоянно представляют там свои новые выведенные сорта Этот парк должно быть велик Конечно И целого дня не хватит, чтобы обойти его А когда-то Кёкинхов был маленьким садиком В котором более 600 лет назад Хозяйка замка, графиня Якова Баварская Выращивала для себя пряные травы Кстати, Кёкинхов переводится как кухонный сад Или по-другому сад пряностей Но давайте о празднике В третью субботу апреля Проходит один из самых красивых и пышных весенних праздников Парад цветов Рано утром множество автомобилей с конструкциями, украшенными цветами Собираются вместе в колонны И движутся в направлении Кёкинхова К процессии можно присоединиться в любом городке Или даже ехать вместе с ней на велосипеде Там впереди я вижу зубчатые стены какого-то замка Это же замок Кёкинхов? Да, да Крутите, крутите педали активнее, друзья Парад уже приближается к парку тюльпанов Кёкинхов Там цветочные скульптуры оставят на целые сутки Чтобы все желающие смогли полюбоваться на это чудо природы и умелых человеческих рук Нам надо занять выгодную позицию Мне нужен привал, я устал Еще немного, микрофоши, мы почти доехали до того самого идеального пункта наблюдения Надо же, какой сильный тут цветочный аромат, чувствуете? Цветочный парад приближается Швартуемся здесь Фух, с минуты на минуту они появятся Фух, с минуты на минуту они появятся Вижу, вижу! Включай диктофон микрофоша, начинаем Готово, запись пошла С вами Василиса Веселова Я нахожусь в Королевском парке цветов Кёкинхов В котором проходит знаменитый парад цветов Вдоль дороги располагаются сотни зрителей, все в нетерпении Тут семьи с маленькими детишками в колясках Молодежь, как мы, на велосипедах Неподалеку расположились старички и старушки На своих раскладных стульчиках Вот подъехал уже второй автобус, битком набитый туристами И все замерли в ожидании В параде принимают участие танцоры, цирковые артисты И настоящие большие оркестры К нам навстречу на машинах и огромных платформах Движутся миллионы цветов Оставляя за собой шлейф дивных ароматов Розы, тюльпаны, гиацинты и множество других цветов Это просто невероятно, что люди создали такую красоту своими руками Слово нашему эксперту календарию Фестиваль цветов, традиционно открывающий весну в Нидерландах Поистине явление удивительное Масштабное красочное шоу Где десятки садоводов и цветоводов Представляют на суд публики свои работы Готовятся к празднику, начинают заранее, еще в ноябре Для создания одной такой цветочной скульптуры Требуется огромное количество времени и терпения Сначала выбирается тема парада Затем дизайнеры и флористы продумывают образы и композиции цветочных скульптур Подбирают цветовую гамму Затем нужно сконструировать специальный каркас Для будущей цветочной скульптуры и систему подсветки Медленно и кропотливо гигантские фигуры Покрываются сотнями тысяч бутонов роз Амариллисов, гиацинтов, хризантем И, конечно, тюльпанов Тут и фигуры разных животных, и герои мультфильмов и кино И даже фантастические сказочные персонажи Все эти фигуры в высоту с двухэтажный дом, не меньше И абсолютно все сделаны из живых цветов Машины останавливаются, и актеры разыгрывают представления Дают зрителям время вдоволь пофотографировать Ах, если бы вы только могли почувствовать этот головокружительный цветочный аромат Вот я вижу, к нам приближается лиловое пятно Это целое море гиацинтов Желтые волны, нарциссы Настоящее блаженство Жаль, что такая красота бывает лишь раз в году Нас ждет еще немало интересного и в других странах, Василиса Пора домой Так, наши велосипеды я сдал И купил локовик цульпанов нами для наших бабушек Василиса Вот спасибо Ну что ж, вот и наш водный автобус Он отвезет нас прямиком в столицу Нидерландов, Амстердам, в аэропорт Это хорошо Педали я уже крутить не в силах Отличная поездка Вот мне и луковичек цветочных перепало И бабушка будет рада таким сувенирам Надо не забыть передать ей рецепт того фирменного голландского блюда Гюдспот Пальчики оближешь Путешествие подошло к концу Но это значит только одно Что? Значит, пора начинать планировать нашу следующую поездку И куда же мы отправимся к календаре, вы уже решили? Спрашивать бесполезно, Василиса А в угадайку мы сыграем, как обычно, прямо перед самым отъездом Сюрпризы на то и существуют, микрофоша Но скажу, что это удивительная страна Где действительно оживают герои сказок Ну что ж, до новых встреч, друзья Исследовала Нидерланды и любовалась парадом цветов вместе с вами я Василиса Веселова Мой верный помощник, звукооператор микрофоша И наш всезнающий эксперт календарей Пока-пока Учите географию праздников вместе с нами Встречайте, ребята, новый предмет В школьной программе такого нет География праздников Вот это да! Учите ее весело будет всегда Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции О разных территориях расскажем мы вам истории Ведь ты и твои одноклассники Ведь ты и твои одноклассники Ужасно, ужасно, ужасно любите праздники Сколько людей живет на планете Столько традиций на белом свете Сколько народов, столько культур Мы отправляемся в праздничный тур